В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Игнатий. Здравствуйте, Владыка Игнатий! Добрый день! Благословите наших телезрителей! Господь благословит! Дорогие друзья, встреча с Владыкой, мы продолжим знакомить вас с деятельностью синодальных отделов Русской Православной Церкви. С октября прошлого года Владыка Игнатий возглавляет синодальный отдел по делам молодежи. Поэтому темой нашей беседы станет необычный вопрос – а легко ли быть молодым? Владыка, на первый взгляд кажется, что вопрос этот несложный. Но чем больше о нем задумываешься, тем больше убеждаешься, что однозначно на него ответить невозможно. С одной стороны, молодые годы – они замечательные, радостные, счастливое время. А с другой стороны, это время учебы, время каких-то ограничений, сложности, нехватка свободного времени, давления родителей, старшего поколения, не хватает жизненного опыта, в конце концов. А вот какой временный отрезок жизни человека вообще называется молодостью? Это какой-то возраст определенный? Или это может быть, что называется, состояние души, внутреннее ощущение? Вы знаете, сегодня есть уже временное определение молодого поколения. Кто утверждает, что это от 14 до 30, кто утверждает, что это от 15 до 36. Но я бы, наверное, сказал, что молодость, во-первых, это и состояние души человеческой, во-вторых, это и временной отрезок. Но, наверное, в среднем где-то 14-35 лет. Хотя, может быть, люди, выходящие за рамки 35-летнего возраста, обидятся на меня. Но я могу сказать, что не надо никогда обижаться. Ведь молодость – это тогда, когда человеческая душа полна энергии, полна внутренней силы и способна творить. Спасибо. А чем вообще, в принципе, отличается старость от молодости? Не в смысле внешних проявлений, а вот именно какие-то характерные отличия. Ведь человек может свой характер пронести с самого детства до глубокой старости. А может и, будучи юным, уже, что называется, постареть. Я бы сказал, не старость, а есть такое выражение, понятие, как мудрость. Критическая оценка опыта предыдущего поколения, предыдущей жизни. И вот это и есть, наверное, та мудрость, которой обладают люди более старшего поколения. Но, конечно, здесь разделение не должно быть и среди молодого поколения. У нас есть молодые люди, также умудренные жизненным опытом, умудренные различными опытными переживаниями. Вот это все есть такой духовный багаж современного человека. То есть вы считаете, что мудрость – это не обязательно привилегия людей поживших? Молодость может сочетаться с молодостью? Может, безусловно, может. А отчего считается, что именно молодость является порой ошибок? Вот любой молодой человек, посмотрев на окружающий наш сегодняшний мир, вправе сказать, что ведь именно взрослые творят в нем глупости? Ну, может быть, из-за того, что все-таки человек в молодом возрасте, находящийся, конечно, воспринимает реалии жизни по-разному. И учитывая тот факт, что сегодня в нашей жизни много такого негатива, который сегодня пропагандируется в современном обществе. Вот, например, вчера, проезжая в автомобиле, увидел одну рекламу, которая просто поразила. Вот меня, как архиерея, поразила. Но что эта реклама может дать, например, молодому человеку? Раскрепостить его инстинкт, напомнить о том, что грех – это какое-то нечто такое возвышенное, напомнить молодому человеку, что можно жить не по закону совести, а по закону инстинкта, по закону животного закона. Вот эти все вещи, они, так бы сказал, в кавычках, помогают молодым людям совершать ошибки. Но самое главное, ведь человек создан по образу и подобию Божию. И вот именно в образе Божьем, в этом образе заложена способность человека отличать добро от зла. Какие бы времена ни были, да, и времена 30-летней, 50-летней давности или сегодняшние дни, все равно вот эта способность отличия добра и зла, то есть что называется нравственностью, и помогает нашим, и молодым людям, и людям более старшего возраста не совершать тех ошибок или тех неправильных действий, которые могут повлечь в жизни за собой очень многие-многие проблемы. Владыка, ну зачем же так устроено Господом, что вот мы рождаемся младенцами, про которых говорят младенцы как ангелы, потом наступает период молодости, да, которая обуревает нас, юности, да, и молодости, которая обуревает нас страстями, мы начинаем грешить, затем наступает зрелость, осознание жизни и борьба с этим накопленным багажом. Зачем же такой порядок вещей в мире? Ну, здесь, это вопрос, скорее всего, не ко мне, это вопрос Господу, но вот в этом, наверное, свобода и есть человеческая свобода, что человеку дан разум, человеку дана способность, вот как я сказал, этого нравственного начала отличать добро и зла, и человеку дана возможность выбирать. Как писал апостол Павел, да, ты выбираешь либо путь жизни, либо путь смерти, и от того, по какому ты пойдешь пути, зависит не только твоя жизнь, как личности, как индивидуума, но зависит и жизнь твоих детей, твоих внуков, и зависит жизнь всего общества, в котором ты оказываешься. Поэтому Господь дает эту свободу, как маленькому ребенку, дается возможность иметь игрушки, но его тянет к нечто, что как бы привлекает его внимание, к огню какому-то. И вот до тех пор, пока он не обожгется на этом примере, не получит какой-то отрицательный, такой личный для себя опыт, он, наверное, не остановится. Ну, все мы прошли через это. Так, конечно, и в юности происходит. И человек совершает поступки, которые, естественно, противоречат замыслу Божьему, творению Господа, замыслу Божьего о человеке. Но, несмотря на это, через покаяние, через переосмысление своей жизни, человеку дана способность и подниматься из состояния вот этого упадка. Спасибо. И к нам звонок из Волгограда, к вам вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Скучаю звук. Здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста. Пока не включаю. Здравствуйте. Я хочу... Здравствуйте, благословите, батюшка. Господь благословит. Ну, подожди. Я хочу... Нет, нет, нет. Я хочу... Я хочу задать вам такой вопрос. Вот я учусь в школе, и мне тяжело, ну, в школу ходить. И я хотела бы узнать, вот так же тяжело быть взрослым или быть молодым легче? Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Вопрос интересный. Вот то, что вы говорите, тяжело ходить в школу, это лишь вот только начало, начало вашего пути. Сегодня вы так считаете, что вам тяжело ходить в школу. Завтра станет тяжело еще что-то делать. Быть послушными детьми в своей семье. И вот с этого начинается складываться уже взрослая жизнь. Вы уже являетесь ответственным человеком пред своими родителями, пред своими знакомыми, друзьями, да перед обществом. Потому что сегодня вы уже встали на взрослый путь жизни. И понятие тяжело ходить в школу, значит, отвергаться от той возможности получения знаний, которое дается вам, как уже свободному человеку, как творению Божьему. Если сейчас отвергнуть вот этот выбор, который дается человеку, какой путь его ждет дальше? Вот выбор – ходить в школу. Он же может не ходить в нее. Он может выбирать. Может выбирать уже. Ну, вот в этом еще вопросе. Я бы хотел сказать, конечно, помимо выбора, помимо такой свободы, нужна, конечно, и нужен воспитательный процесс. Потому что надо ребенку объяснить, что значит ходить, не ходить в школу, кем ты можешь стать. Можно привести множество примеров. Особенно сегодняшние действительности реальные. Мы видим, человек, не достигший, например, образовательного уровня, образовательного ценза, что он может получить в жизни. Сегодня, когда мир проходит такие круговороты, когда, как раньше в советское время говорили, научно-технический прогресс развивается, то быть необразованным – это очень страшно. Что получается? Да, человек даже не сможет объяснить, дать ответ тем, кто будет у него вопрошать о его вере, о его каких-то воззрениях на жизнь. Ведь это страшное дело. Ты можешь стать изгоем общества. А можно сказать, что детство, юность – это является прообразом взрослой жизни? Ну, естественно, конечно, является. Ведь тот багаж, о котором мы говорили, человек накапливает и в юные года, и в зрелые года. Это есть его духовный багаж. С этим-то багажом человек перейдет в вечность, приступив к порогу, отделяющей нас от вечной жизни. от временной жизни свечной. И поэтому этот багаж является и неким таким прообразом, который мы с собой вместе перенесем уже в мир иной. И в первую очередь это ответственность. Господь дает нам талант, дает возможность этот талант либо удвоить, утроить, или этот талант закопать, или этот талант сокрыть. И будет зависеть от того, если мы сокроем этот талант, то и спрос будет с нас довольно-таки строгий. Хотя строгий он будет спрос, как мы его и удвоим, как мы его утроим. Спасибо. И к вам еще один вопрос, на этот раз из Новороссийска. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Такое дело. Мы хоть и молодые, но я с мамой хожу в церковь, я еле успеваю исповедоваться в своих грехах, но у нас в Краснодарском крае развешаны плакаты, что люди должны каяться в грехах наших, я так понимаю, предшественников, которые застрелили нашего батюшку царя. Я понимаю, что исповедь вот с моей стороны, она должна быть искренней. Я когда прихожу к батюшке, я искренне каю в своих грехах. Как я могу каяться в грехах, которые допустил кто-то? Я считаю это неверным шагом. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, приходя в Храм Божий, особенно принимая участие в таинствах церкви, исповеди, причастия, в первую очередь вы приходите лично, вы к Богу. И вы каетесь, правильно вы сказали, в своих грехах, вы спрашиваете совета духовника или священника, и вы получаете тот или иной рекомендации, указания, как вам жить. И поэтому нужно следовать той традиции, которая всегда существовала. Исповедь это персональная исповедь для каждого человека. Владыка, а отчего пожилые люди говорят, что молодость проходит быстро, при этом говорят, что с возрастом годы летят словно дни? Как это понять? Что имеется в виду? Наверное, в это понятие каждый вкладывает что-то личностное свое. Кто-то переживает о том, что подходит на закате временной жизни, заканчивается его такой жизненный период. Кто-то оценивает свою деятельность, может быть, что-то не успел сделать, и, конечно, хотелось бы сделать большего, но приходит время осени. я скажу, что любой, наверное, возраст он хорош в очах Божьих, потому что в любом возрасте человек спешит делать добро, если он спешит к этому великому устремлению. И если у человека духовный багаж наполнен, то он и не переживает за то, что быстро текут годы. святые отцы не переживали тогда, когда приближались ближе к смерти, ближе к переходу. Они больше всего, конечно, наверное, молились Господу, чтобы Господь помог перейти, принял их душу вот с тем багажом, который они накопили за свою человеческую земную жизнь. Спасибо. И следующий вопрос к вам из Псковской области. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мужчине 55 лет, у него родился ребенок, ребенку 11 месяцев. Сначала он помогал своему ребенку, а теперь месяца два назад он от ребенка вообще отказался, не знаю, что с него сделать. Он говорит, что он старый. На самом деле у него комплекс вот это, что ну как бы я даже не знаю, как сказать, но то, что ему 55 лет, и он в шоке, он до сих пор не может понять, что у него ребенок. И он боится взять ответственность за себя и за ребенка. Как мне поступить? Как на него повлиять? У меня уже просто сил нет. Спасибо большое. До свидания. вам нужно вам нужно на него влиять. Это в первую очередь и надо ему объяснять. Во-первых, брать ответственность это его уже прямая обязанность. Если плоть от плоти появляется, если Господь благословил и родил свою ребенок, в каком бы он возрасте ни находился, 55-летним, 60-летним, он должен брать ответственность на себя. Те люди, которые избегают этой ответственности по отношению к своим родным детям, их можно назвать преступниками. Это люди, которые хотят с легкостью прожить жизнь и не нести за это никакой ответственности. Поэтому я призываю всех тех, кто так думает, что рождение ребенка ограничивает, я может быть неправильно понял, его какой-то возрастной ценз, или он, учитывая его годы, он не может отдавать ему какое-то внимание, то я хочу просто сказать, люди, одумайтесь, потому что это ваша кровь, это ваша плоть, это есть благословение Божие, чтобы этот ребенок появился на свет. И нельзя становиться преступником по отношению к своим детям. Владыка, а что такое целомудрие? Целомудрие по учению святых отцов, это действительно сохранение нравственной чистоте своей жизни, это сохранение себя в целостности, именно слово целомудрие, целостность, вот оно такое емкое слово, и конечно целомудрие это великая добродетель, которая призывается, да практически все люди призываются к целомудрию, сохранение себя в чистоте, соблюдение каких-то нравственных норм, нравственных основ. Вот сейчас нас смотрят предполагают десятки тысяч детей, юноши, девушек, молодых людей, вот как им объяснить это значение, как объяснить, что его нужно хоронить, это целомудрие, насколько это важно, и как это отзовется в дальнейшей жизни. Целомудрие не просто нужно хранить, это как завет, для того, чтобы свой внутренний мир не был подвержен разрушению, и духовный мир в первую очередь, человек и сохраняет вот этот особый дар целомудрия, ведь внутренний наш мир духовно разрушает грех, это мы все об этом знаем, и внутренний наш мир, и каждый человек, особенно с возрастом, он начинает чувствовать на себя вот эту влиятельную силу, разрушительную силу греха. И, конечно, если ты хочешь остаться, быть, быть при полном таком духовном здравии, быть рассудительным человеком, быть мудрым человеком, то ты должен следовать голосу своей совести, ты должен слышать голос своей совести, ты должен соблюдать нравственные законы, в первую очередь, законы, которые призывают нас к самому легкому, к самому простому, но, тем не менее, и более сложному. Возлюбить ближнего своего, иметь любовь к своим родителям, хранить те заветы своих предков, которые они нам оставили, быть верным семейным традициям, быть верным супругом, быть верным друг по отношению к другу. И вот это все составляет целомудрие, составляет целостность единого организма, который есть и церковь Христова, который есть сам Господь. Владыка, ну вот как нынче тяжело молодым, могу себе представить, еще несколько лет назад, если между парнем и девушкой были дружеские отношения, только единицы переходили эту грань, а сейчас тогда хранить детственность это было почетно, ее теряли с мужем, а сейчас девственность это предмет насмешек, предмет гонений в той же школе. Как хранить себя, как соблюсти себя от этих порывов, как сохраниться от этих гонений, которые толкают на это преступление? Знаете, это проблема номер один, это, наверное, проблема всего нашего современного общества. Вот самое страшное, вы стали говорить о теме «Легко ли быть молодым?» Может быть, как-то она немножечко неправильно поставлена, ведь легко ли быть вообще человеком, легко ли жить сегодня в современном мире? И вот, например, молодежь это часть нашего общества, живая часть. И если сказать, что трудно быть молодым, легче быть в возрасте более старшим, это также неправильно. Ту пропаганду, которую мы сегодня видим, которая насаждается с неимоверной силой современному человеку, она не просто разрушает внутренний мир, она предлагает людям принять грех, принять порок, принять, если извините меня за такое выражение, грязь, как нечто святое и нечто чистое. Ведь мы же, когда утром умываемся, у нас есть потребность к этому. Мы ухаживаем за своим телом, так мы забываем, что за душой надо не меньше ухаживать, потому что тело – это внешняя оболочка. И если мы утром чистим заражение зубы, мы понимаем, что это может несоблюдение вот этого правила может иметь какие-то тяжелые последствия. Так почему же мы не думаем о душе? Мы думаем, что душа – это нечто абстрактное, которое абстрагируется от человека и где-то пребывает вне. Вот красиво они говорят, красиво размышляют, а по сути дела якобы душа не имеет ничего общего с человеческим телом. Но вот способность сохранить себя, даже несмотря на то, что твои сверстники уже многое чего попробовали, вошли уже в этот грех, вошли в этот порог, и вы правильно сказали, что есть и насмешки, есть и издевки над юношами, над девушками. Это очень страшно. это получается, мы попадаем в стадо животных, которые только живут или хотят жить по закону инстинкта, потому что это вроде бы красиво, это вспомнить можно первого человека, Адама, да, почему принял яблоко, потому что вроде бы и красиво было, и для вкуса приятно, ведь то же самое практически повторяется, неужели если грех, как-то сиюминутный грех, он приятен вот в эту секунду, красиво, приятно, как-то раскрепощается человек, но никто не думает о том, какие последствия происходят потом, никто из молодых девушек не думает о том, что они должны стать по принадлежности матерями, они должны иметь крепкие семьи, они должны иметь здоровых детей, а мы сегодня что видим? Большое количество молодых девушек, которые не могут иметь детей, это есть последствия греха, это есть последствия сиюминутной страсти, вот этого вкушения яблока, которое красивое, приятное, полезное, но никто не знает, что за этим вкушением будет тяжелый путь, жизненный путь, который, проходя который, ты будешь все время себя корить, я бы хотел всех призвать, не надо обращать внимания, не надо смотреть на то, кто как живет рядом, я говорю, в плане распространения порока, а надо хранить себя в чистоте, хранить в целомудрии, потому что через сохранение себя вот в целомудрии сохраняешься ты не только в этот момент, но сохраняется и твое будущее потомство, будущее поколение, и в зависимости того, как ты сохранишь, можно говорить о жизни в будущем. Спасибо. К вам еще один вопрос из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас. Алло? Да, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Татьяна, меня очень волнует вот такой вопрос. Пожалуйста, продолжайте. На всю волю Божья мы часто говорим и думаем так, и в то же время Бог дает право выбора. Да, продолжайте. И как понять, когда нам, как бы послушать Бога, когда нам сделать свой выбор, чтобы здесь не ошибиться, вот как поступить в том или ином случае. Проще было бы сказать, все решит за нас кто-то, Бог, и мне было бы так легче, а когда я решаю что-то сама, это очень тяжело. И вот нет ли тут какого-то противоречия. Мы имеем право выбрать и как-то поступить, не ошибиться, тут очень опасно. И как быть, как поступить? Спасибо за ваш вопрос. Чтобы он нам дал какой-то путь, направил нас и боимся сделать как-то неправильный шаг какой-то. Вот то есть вопрос такой. На всю воле Божья и свободу выбора человека. Как совместить? Как соотнести? Спасибо. Вы, в принципе, в последнем, в последней фразе своего вопроса ответили, да? Молиться. И молитва должна быть простая. Просить Господа дать мудрости и разума в решении того или иного вопроса. Ведь в этом и заключается вот творение человека, чтобы поступить так, как Господь дает тебе возможность. Воля Божия проявляется в жизни. Но Господь тебе дает возможность пойти по пути. По какому пути? Ты выбирай. Конечно, если бы Господь так сделал, чтобы он все должен был решать за человека, тогда, наверное, и творить-то человека не надо было. Или был бы просто человек простой марионеткой. Правой руки Господь бы повел человека по этому пути, левой по этому. И все было бы очень просто. И жизнь тогда была человеческая, она не имела бы смысла. Но Господь дает возможность. Ты услышал голос Божий. Бери посох в свои руки и иди. И в зависимости от того, что ты выбираешь и как ты выбираешь, конечно, будут ошибки в жизни. Но через молитву, через внутреннее сосредоточение, через покаяние человек идет по пути жизни. Спасибо. К вам еще один вопрос. Балаших у нас на связи. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Вот у меня сына 7 лет, а он еще как бы ни разу, я его не водила на причастие. Как мне его подготовить правильно, чтобы и пост, чтобы он какой-то там прошел и чтобы правильно исповедовался. Спасибо. Вы знаете, обязательно необходимо его привезти в храм, передать в руки священнику, для того, чтобы прошла его первая исповедь. Это самый главный момент в жизни уже отрока. Что касается поста, конечно, по возможности, если есть у вас возможность, чтобы он мог попаститься. Что касается причастия, то после такой исповеди, тем более священник сможет объяснить, помочь ему совершить вот этот первый священный таинственный шаг. Я считаю, что это священный таинственный шаг, именно подойти к причастию уже как к взрослому человеку, поисповедавшись и как-то приготовившись. Я думаю, проблем с этим нет. В любом храме это могут объяснить и сказать, как это можно все совершить. Спасибо, Владыка. Я хочу вернуться к вопросу из Новороссийска. В те недалекие времена нас учили, что нужно прислушиваться к старшим, к уважению, к почету. Но вот сегодня слушаешь рассказы пожилых людей, и иной раз задумываешься, а как вот доверять этим людям? Ведь они растились в советском государстве, где были гонения на церковь, где были гонения на тех людей, многие из которых сейчас причислены к лику святых. Возможно, тот человек, который дает мне сейчас совет, может быть, расстрелял моего деда или избивал его на допросе. Вы знаете, я думаю, мы не должны задумываться о прошлом такого человека, ну, человека, который дает вам советы, а просто можно довериться его опыту жизненному. И, во-первых, правильно говорил Господь, да, что по плодам их узнаете. И если человек учит злому, противоречащему не только твоему внутреннему какому-то миру, да, а самым главным противоречащему самым основным законам, заповедям Божьим, то, естественно, надо уметь еще слушавший и еще распознать, где плевелы, а где добрые семьи. И поэтому, если человек дает добрый совет, правильный совет, то всегда к этому совету можно прислушиваться. Но еще бы, поскольку у нас тема касается молодежи, мне хотелось бы сказать, чтобы наши уже более люди старшего поколения скептически не относились к молодым людям. Не говорили о том, что вот, вы не способны, вы не можете, как часто бывает фраза происходит. Вот в наше время люди были совсем другие, молодые люди. Я хочу сказать, что и в наше время, непростое время, молодые люди также другие. Но они способны на многое. Они способны активизировать свои силы и подвигнуть на многие добрые дела. Они горят желанием творить добрые дела. И я, например, это замечаю, и по городу Москве, и возглавляя комиссию по делам молодежи, ипархиальную комиссию, и синодальные отделы, я смотрю, насколько наши молодые люди могут прислушиваться и могут из советов, как вы правильно сказали, выносить добрые уроки. Поэтому самое главное, слушая, всегда нужно понимать и разграничивать, что доброе, а что не является добрым. А когда совсем непонятно, защититься молитвой. Защититься молитвой, это безусловно. Владыка, к вам еще один вопрос Смоленской области у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Я хотела бы задать вот такой вопрос. У нас девочка погибла трагически. Два месяца не дожила до 16 лет. Шла из школы, ну и попала под машину. Вот, ну, значит, она была очень хорошая, душа добрая, хорошая девочка. И на гитаре играла. Ну, в общем, хорошая, училась хорошо. Ну, как-то течение вот это молодежное. Она и музыку слушала, может быть, не такую, какую нам нравилась. Ну, может, там где-то и погулять, ходила на дискотеке. И все вот такое. Трагически погибла. И сейчас мы молимся за нее. Конечно, я молюсь, что, может быть, грехи это наши. Мы не так ее воспитали, может быть, не так. Не знаем, что бы из нее вышло. Ну, не знаем мы. Вот. И как вы думаете, что ожидает эта девочка? Мы молимся за нее. Господь, простите ее там грехи. Где она будет? И погибла она на Патхальной, на Светлой Седмице. Знаете, пути Господи неисповедимы, и они сокрыты от человеческого разума. И когда человек приближается к концу, в каком бы он возрасте ни был, к своему земному, окончанию земной жизни, именно в этот момент этот человек, видно, и готов для вот этого таинственного перехода от временной жизни к жизни вечной. И то, что вот так произошло, ну, вот так Господь эту душу, ее взял, взял со своей обители. Мы не знаем для чего, почему так случается. Но только лишь могу сказать, что ваша молитва не должна утихать, даже несмотря на то, что будут проходить годы, может быть, десятилетия. Просто крепче молиться в надежде на то, что вселюбящий Господь своим милосердием и своей любовью покроет каждого из нас и ее душу в частности. Спасибо. Владыка, молодость считается самой прекрасной порой жизни. А можно ли считать таковым период, выпавший на время Великой Отечественной войны или на послевоенный период? Кто был тогда молодым? Вы знаете, ведь мы же не выбираем, когда мы рождаем, какое время, историческое время мы рождаемся. И действительно, молодость — это красивая пора, время получения знаний, время обретения новых друзей, знакомств. Но вот так случилось, что люди, которые родились в 30-х годах, в середине 30-х годов или уже в начале 30-х годов, пережили самое тяжелое время, годы Великой Отечественной войны. Но вот их самоотверженный подвиг, их ратный подвиг, он должен сегодня нас вдохновлять. Ведь они отдавали жизнь не только лишь за себя, они думали о будущем, о том, кто будет жить через десятилетия, через столетия. И вот, например, подвиг вот этих молодых людей, наших сверстников, которые, конечно, бы хотели жить, хотели бы иметь семьи. Он должен нам помогать. И вот их образ, их пример должен как раз становиться во главу угла воспитания наших детей. Так называемое духовно-патриотическое воспитание. Потому что сегодня много говорят на тему воспитания, образования, духовно-патриотического, но порой не всегда отдают отчет, что есть духовно-патриотическое воспитание. Чему должны учить детей? А вот к примеру жизни сверстников, таких же сверстников, которые жили в 40-х, 30-х годах, которые, встретив вот эту огромную машину военных действий, смогли противостоять этой машине, смогли полностью отдать, посвятить и свою жизнь, даже до смерти, исполнив евангельские слова Христа Спасителя. Если кто душу свою отдаст за ближних своих. Вот есть высший идеал, высшая любовь в человеческом обществе. Спасибо. Еще один вопрос. Костромская область у нас на связи. Здравствуйте, слушаем Вас. Пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Продолжайте. Меня зовут Вадим, благословитель. Господь благословит. Владыка, такой вопрос. Мы сегодня много говорим, наши сети, патриарх говорит о том, что призывают как можно больше молодежи, чтобы ходил в храм. Это все правильно, это все необходимо. Но пришла молодежь в храм, и часто говорили, что много непонятно, очень, видите, славянский. Но почему-то в воскресную школу как-то стесняются ходить. И вопрос сам, буду лаконичным, постараюсь быть. Вопрос такой. Пришла молодежь. И как постараться их задержать в храме? Объяснить. Понятие греха, понятие вечности. Ну, конечно, в особенной форме. Но почему-то они стесняются, и когда заходят до Исфориди, они стесняются. Нет, вы знаете, мы боимся. А чего бояться-то? Вот это как все-таки забежать в молодежь в храме? Ну, конечно, православному пониманию, чтобы это было не фанатично. Спасибо, Господи. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Год тому назад, в декабре месяце, когда Святейший Патриарх проводил ипорхиальное собрание, годовое собрание, были обозначены приоритеты деятельности, жизнедеятельности приходов русской, приходов города Москвы, а потом и на архиерейском совещании. Это уже и касалось и приходов всех русской православной церкви. В первую очередь были обозначены приоритеты работы в молодежном направлении, в социальном и в катехизаторском. И вот каждый приход, если он в силах, конечно, есть различные приходы, сельские и деревенские приходы, ну, по крайней мере, каждый благочиня или каждый сильный приход должны иметь в своем штате молодежных лидеров, лидеров, отвечающих за социальную работу. И вот приход молодых людей в приход, вернее, в церковную жизнь должен сопровождаться встречи, в приходе должны принимать таких людей с радостью. И ничего страшного, если молодой человек, придя первый раз в храм, не все поймет, и, может быть, и на славянском языке, но самое главное, чтобы он из храма не ушел, чтобы в храме он был окружен заботой и теплом, таким, каким окружают каждого человека в его семье, в его доме. Можно молодому человеку объяснить, он придет на одно богослужение, увидит своих же сверстников, таких же молодых людей, которые присутствуют за богослужением. Самое главное, что жизнь не должна только заканчиваться божественной литургией, вот воскресный день. Закончилась служба, после службы чаепития, встреча молодежи, работа с одинокими людьми, социальная работа, все это должно объединять и именно подвигать этих молодых людей остаться в приходе, увидеть, насколько можно принести пользу для людей, которые нуждаются в этой пользе, насколько ты нужен, ты необходим. Я говорю так не из-за того, как бы выполняя какую-то миссию, какую-то роль, я просто на примере своего прихода могу рассказать, как молодые люди участвуют в жизни прихода, тем самым привлекая и много новых молодых людей в активной жизни, помогая в социальном направлении, катехизаторском, это все реально сделать. Самое главное, я повторюсь, чтобы молодых людей, пришедших в храм, первый раз храм, не отвергнуть, не отвергнуть непониманием, недоверием или даже порой бывает и какой-то злобой. Спасибо, Владыка, и к вам вопрос из Курска. Слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, Владыка. Бог благословит. Владыка, скажите, пожалуйста, наши юноши попадают в армию в самом таком возрасте, 18 лет, подождите жить иногда. Но они попадают в такую среду, когда, знаете, и дедовщина, и издевательство в армии происходит сейчас, это не секрет. Мало у нас же храмов войсковых священников, да и половина войсковых священников, извините, под пули не полезут, чтобы солдата помочь в духовной среде. Что для этого церковь делать, чтобы, ну, насадить веру Христову в армии и солдату, как бы, его, к слову, к Богу, все-таки, извините, когда политру говорить о подвиге Александра Патросова или когда священник говорит о русском подвиге Куликовского и сражении. Это все-таки две разные вещи. Вы знаете, духовная атмосфера в армии меняется, и мы это видим, реально видим сегодня. Во-первых, это ведение института капелланства в наших вооруженных силах. Это немаловажная тема, которая была поднята на высоком уровне как в государстве, так и в церкви. Появление священников в армии, в вооруженных силах есть не что иное, как оздоровление духовной атмосферы в наших частях. И работа священника, она сегодня реально видна. Многие молодые люди, которые отдают долг, воинский долг, они имеют возможность сегодня причащаться и быть в храме, и много теперь храмов есть на территориях воинских частей. Поэтому я не считаю, что сегодня настолько остро какая-то тема возникает, в связи с присутствием священника в армии. И, конечно, что касается дедовщины и неуставных так называемых отношений, это, конечно, духовная проблема. Но если священник постоянно будет находиться в воинских соединениях, в частях, то уйдет из жизни вот этот негатив как неуставные отношения. И сегодня молодой человек, приходящий на службу в армию, он не может себя чувствовать одиноким в духовном плане. Спасибо, Владыка. И еще один звонок из Крымска от нашего юного телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Крымск, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хожу с мамой в церковь и ловлю себя на мысли, ну, батюшка, я заранее прошу прощения, может вам этот вопрос не понравится, но по своей греховности я задаю этот вопрос. Мне где-то и стыдно, но я задаю, потому что мама мне на этот вопрос не дает ответа. У нас батюшка в Крымске один из самых богатых. И вот этот вопрос, что ну, и не один он, и в Новороссийске, и в Крымске, и в Краснодаре. Очень-очень богатые батюшки. Очень. Хорошо рассуждать о многих вещах, когда у тебя трехэтажный дом, машина и все остальное. И как-то вот не сочетается много то, что они говорят. Это не только я так думаю. Мы часто с девочками говорим об этом. И у некоторых девчонок желание выйти замуж за батюшек, потому что потом они будут богатые. потому что есть на кого смотреть. В Крымске, батюшка, поверьте, очень богатые. Очень. Вы знаете, тяжело очень слышать. Я слышу те переживания, которые вы несете в своем сердце. Господь ответит каждому. И кто бы он ни был, священник, архиерей, или простой мирянин. И если все это несправедливо, то все, суд Божий свершится. И дело в том, что как любой пастырь, он будет нести первую очередь, я не буду осуждать ответственность за свое служение, каким образом это служение проходит. Но есть очень много священников, я не хотел остановиться конкретно на этом человеке, я его не знаю, много священников, подвижников, которые живут и служат в селах, в селах, где количество людей ограничено. большее количество населения этих сел сегодня пребывают, страдают от пьянства, наркомании. Эти священники действительно подвижники. Они служат как подвижники, они с людьми общаются и живут так же, как и живут и все, как и должен жить священник. А если какой-то негатив появляется в отношении вот этого примера, то надо каждому задуматься, в том числе и к священникам, что вы являетесь образом Церкви Христовой. И дай Бог, чтобы не было соблазна и не судили о Церкви по личному примеру того или иного человека. А что касается стремятся замуж за священников, я могу сказать, что отдайтесь руки Божьей, не стремитесь получить то, может быть, что вам Господь и не желает. Спасибо, Владыка. И еще один вопрос Ростов-на-Дону. Слушаем вас. Здравствуйте. Юг сегодня. Пожалуйста, вопрос задавайте. Да, слушаем вас. Батюшка, благословите, пожалуйста, раба Божия Ольга. Да, да. Батюшка, благословите, пожалуйста, Вы задавайте вопрос, не слушайте телевизор. Вот вопрос такой. Значит, очень мало, вот у меня двое детей, очень мало православной литературы для молодежи. То есть противопоставить, вот Гарри Поттера читают они с удовольствием, найдите. А Димона, да, они прочли, Клазиана, Юлия Готнесенская, мои посмертные приключения. А дальше что? То есть я предложить дальше не могу. читать святых отцов, это для них скучно. То есть вот как-то вот у писателей, что совсем мало таких талантливых, которые бы именно в этом духе продолжали писать. Вы знаете, очень много литературы касающейся духовной жизни для молодежи сегодня существует. Просто, конечно, может быть, регионы не насыщены вот этой литературой. Потому что сегодня издательский совет, издательский отдел издает и другие издательства. Много довольно-таки литературы. Поэтому, конечно, поэтому можно было бы обратиться к региональным церковным властям, чтобы была возможность подчеркнуть вот эту литературу более в большом объеме. Ну, конечно, теперь и на интернет-страницах можно найти те или иные произведения или духовную литературу, которая могла бы вас заинтересовать. Я не считаю, что сегодня это есть большая проблема. Спасибо. Владыка, некоторые эксперты утверждают, что в России сейчас более двух миллионов беспризорных детей. Больше, чем после войны. Скажите, а что церковь делает в этом направлении? Вы знаете, церковь многое делает в этом направлении. Я могу привести пример, который был в Смоленской епархии совсем недавно еще, в годы, когда нынешний святейший патриарх был митрополитом смоленским и калининградским. Тогда социальная деятельность Смоленской епархии была активно направлена на решение проблемы сиротства. был создан особый центр и в области этот центр пользовался большим авторитетом. Я скажу, что впервые именно в Смоленской области был решен вопрос о принятии детей-сирот в семьи, нашей российской семьи. И то, что тогда нынешний святейший патриарх сделал на примере Смоленской области, этот пример мог бы распространиться на многие другие регионы. Сегодня программа по принятию детей в семьи очень развивается бурно. Я сегодня продолжу находясь в Москве, продолжаю работать в этом направлении и знаю, как эти вопросы решаются. Самое главное, что эти вопросы действительно решаемы. И наступит время, когда я глубоко уверен, когда на территории нашего Отечества уже не станет ни одного детского дома или заведения, которое воспитывает детей-сирот. Самая главная большая проблема, что у нас есть дети при живых родителях. Но были такие примеры, когда дети возвращались в кровные семьи. Это работа не только с ребенком, а самое главное, это работа и с семьями, которых лишили родительских прав. И были примеры, когда дети возвращались в свою семью, когда родители останавливались на том безумном шаге, в который они вошли. То есть они перед пропастью останавливались и возвращались к повседневной нормальной человеческой жизни. Спасибо. И еще один вопрос. Санкт-Петербург у нас на проводе. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер. Владыка, такой вопрос. Вот вы говорили о прекрасной молодости, что молодость прекрасна, что она удивительна. Вот мне сейчас 50 лет, и я пришел к Богу, да, пришел в церковь, и осознавая свою молодость, то, как я ее проводил, я не вижу никаких прекрасных, только одна греховность в основном. Хотя у меня и родители были преподавательные, но вот о каких прекрасах молодости как бы шел вопрос. Ну, вы хотите сказать, что молодость можно переступить, и с детства сразу перейти в старость? Ну, разве не прекрасно? Вы же в молодом возрасте получили образование, наверное, высшее домообразование. У вас появились друзья в то же время, вы в молодом возрасте завели семью, я вот просто говорить так в прямом эфире конечно тяжело, но это же все было в молодости. Конечно, в молодости были поступки, были грехи, но среди ужасных не все же в жизни, в вашей жизни было наполнено кошмаром и ужасом, ведь были чистые прекрасные моменты, поэтому... Здесь полезен диалог, конечно. Да, здесь диалог, естественно. Мне кажется, оглядываясь теперь, возможно, молодость в силу того, что наш телезритель помудрел, молодость ему кажется ему теперь вот вызывает у него грустные эмоции, но тогда-то в молодости ему наверное все нравилось, то, что он делал. Да, я думаю, что может быть, конечно, хотелось бы вернуть те годы, чтобы пересмотреть свою жизнь, но этого не будет, но вот самое главное, чтобы ваш опыт, ваш пример, вы могли бы им делиться, и молодым людям, и детям, и внукам, говорить о том, действительно, что есть добро, а что есть зло. Возможно, пришло время к покаянию. Да, это... Владыка, в нашем мире старшее поколение также загружено кризисом, ритмом жизни, проблемами, как и молодежь. Живем все в одном мире, но вот возникает такое впечатление, что наши родители, они как будто бы вот крепче, они вот как будто бы из другого мира вышли, и вот легко ли быть молодым в такой ситуации, когда нужно, скажем, вообще в общественном транспорте уступить место человеку, который тебя старше, но при этом ты понимаешь, что ты настолько сам измотан, что у тебя нет никаких сил встать, и ты опускаешь глаза в пол, и сидишь, вот ты делаешь вид, что никого не замечаешь. Ну, это, наверное, есть безразличие, когда... Стыдно. Нет, стыдно. Стыдно. Стать не можешь. А, стать не можешь. Да. Ну, еще, слава Богу, если появляется стыд, это, если появляется стыд, значит, твоя совесть еще пытается тебя, лампочка включается, пытается тебе напомнить о том, что ты совершаешь неправильно. А что касается, вот, вспоминая своих родителей, да, более старшего поколения, то действительно, они люди были сильные. Люди настолько сильные, что смогли не то, что кризис пережить, а пройти через военные годы, пройти через военные лихолетия, голод, холод, неустройство, и все равно с таким энтузиазмом строили новую жизнь, да, вот, вспоминаем времена, советские времена, когда поднимали целинные земли. Конечно, были и минусы, и плюсы, об этом пускай судит история, но люди были сильны духом. Этот дух был заложен их родителями, то есть бабушками, дедушками, которые родились до 17-го года, которые были православными людьми, в которых еще говорил дух князя Владимира, тот дух, который был заложен в основу фундамента нашего государства. Ведь князь Владимир прекрасно понимал, осознавал, что построить государственность, государство, можно лишь тогда, когда можно иметь крепкую веру и крепкую духовную скрепу. Он избирает христианскую веру, понимая, что только лишь опираясь на духовную основу, можно это свершить. И он был прав. Наше государство за всю историю, тысячелетнюю историю, это доказало. И вот самое главное наша сейчас задача эту силу духа не потерять. Это время, испытующее время. И если мы это время упустим, если мы через это время пройдем и не вынесем никаких уроков, то не будет будущего ни у нашего Отечества, ни у каждого из нас. Потому что и веру, и способность к самовыживанию, к самосохранению наши предки сохранили, нам передали. Вот самое главное, чтобы нам стыдно было, так как вы привели пример, нам стыдно становится, если происходит то или иное, чтобы нам не было стыдно за наше впустую прожитое время. Благодарю вас, Владыка. Благодарю вас за беседу, за поучительную беседу. Благословите наших телезрителей. Господь благословит. Помощи Божией телеканалу Союзу и всем, кто его смотрит. Дорогие друзья, мы с вами на этом прощаемся. Благодарим вас за внимание к нашей программе. Всего вам доброго. До завтра, до встречи в это же время. Редактор субтитров А.Семкин